Книга «Открытым оком», том 26, тема канонизации, вопрос 3776. Что за книгу показывали на собрании и о чем она? Отвечает Игнатий Тихонч-Лапкин. Отец Иаким был в Тюмени на днях и 18 марта 2003 года и привез вот эту книгу о Филофее. Архимандрит Тихон Бобов, апостол Сибири, святитель Филофей Лещинский, Тюмень, издательство «Искусство», 2007 год. По благословению архиепископа Тобольского и Тюменского Дмитрия, 224 страницы, 2000 экземпляров, цена 1000 рублей. Размер книги 240 мм на 315, 279 фотографий людей, местности, рисунков и документов. Половина фотоцветные для сравнения. Размер этой нашей книги, открытым оком, 145 на 205 мм, цена 150 рублей, 114 цветных фотографий. Книга Тихона сделана основательно, как подарочная жизнь для интуристов. Но для дела Божия, для спасения души, тем более, как бы в подражании апостолам, она никакая. Просто музейные архивы милостиво разрешили КГБшники сфотографировать. Их же ведомство отняло жизнь священников и мирян. Потом сокрыло их гибель и чисто по-бандитски расхитили имущество расстрелянных. А теперь чуть-чуть разрешили посмотреть, как эти люди мучились. И разрешили сфотографировать награбленные, стащенные в музей иконы, книги и прочее. И им за это Бобов высказывают благодарность. И то, если бы не сегодняшние ветры демократии, то до страшного суда не узнали бы, где мученики Христова сгинули, где их останки. Книга Бобова издана прекрасно. Толстые корочки, бумага толстостенная, вся как бы с подстеками ржавчины под старину, заплесневелую. И она вся написана мертвецам о мертвых. И не о том, как хоронить мертвецов. А как трупы двухсотлетней давности выкапывать и продвигать во святые. Вся беда в том, что они не издатель, не благословивший здание этой красивой книги. И даже не догадывается, что они сотворили. Эта книга вопита о том, что православие сгнило. Вера Христова на Руси неизвестна. Имя Иисусова и Слово Божие в этой книге. Также смотрится, как живой, метущий, живой, живущий в могиле. Из того, что только в этой книге выявлено о Филофее и показано не иначе, как с тенденциозным толкованием наведения святости этого Петрова пенца. Все показывает, что этот Филофей был мертв при жизни, невозрожденный номенклатурщик, ставленник антихноста Петра I, сам был дикий гонитель правоверных староверов, тогдашний палач невинный. И его будут патриархийные сергианцы, может быть даже все еще состоящие сотрудниками КГБ, объявлять святым, чтобы ему молиться. А вся подобная деятельность Бобова есть уже ступенька быть самому просвещенным в епископы и даже канонизированным. Проходит 250 лет и ищет неустанно косточки гневшего архиерея, эту соль, потерявшую силу лютого гонителя природных жителей Руси и староверов. Нет уверенности и тысячной доли процента, что эти кости, заблагоухавшие в носах семинаристов, принадлежат именно архиерею. Но неверующие попы, как гадалки на бобах, в главе с Бобовым выкапывают кости и носятся с ними, творят из лещинского кумира. Если бы люди верили в Бога и Его по Писанию, да разве они допустили такое кощунство, в главе со своим архиепископом Дмитрием Копалиным, родившимся 11 марта 1952 года. Стали бы копать могилы этих копальщиков сегодня столько, сколько в первом веке, пожалуй, не было просветителей. Сирахов 11.2. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем? И каков начальствующий над городом, таковы все живущие в нем? Деяние 12.22. А народ восклицал. Это голос Бога, а не человека. Деяние 12.3. Болтовнею своей мы и ближним наскучим. Жизнь по-своему всех нас ухабиста мяла, на этапах швырялась достигнутым кручи. Бог невидим, и байки не нужно травить, о видениях монашеских тонких спросонья, все, что есть от осенней пожухлой травы до земли пересохшей и слившейся в комья. Все его и от нас не прибудет ничто, разве только испортит природное свойство. Славь за каждое зернышко, каждый росток. Разумение настанет значительно после. Чувство нежной любви невозможно сдержать. Атмосферных явлений бесчисленна пропасть. Даже моль, даже вор и коварная ржа никогда ничего не докажут нам против. Только мыслями, только едва и чуть-чуть заглянуть удается под панцирю тайны. Не понять лишь догадка, в чем общая суть. Из тома приятности в духе настанет. Дар Творцу осознать всю его доброту. Безграничную мудрость уткнуться в захлеб, подражая орлу, не слепому кроту. Никогда не приемли на Бога поклеб. Все, что в нас и себя не слепцом осознать, славослое Жиздителя, давшего вечность. За меня на Голгофе борьба и цена. Я его, лучший дар помазанием помечен. 18 марта 2008 года. Игнатий Лапкин.